как добиться уюта в студии ведь часто уют составляют такие детали как текстиль мелкий декор а в этом случае всегда есть опасность перегрузить пространство да придется быть очень осторожным часто люди делают одну ошибку они заставляют квартиру огромным количеством вещей чтобы этой ошибки избежать нужно подбирать правильные предметы с точки зрения цвета размера и текстуры тоже касается и мебели например вы можете приобрести диван но вам совсем не обязательно надо застилать его дополнительным покрывалом все что нужно поддерживать чистоту и простоту пространства сохраняйте логику перехода из одной зоны в другую будьте опрятны и добьетесь уюта но ни в коем случае не стоит выставлять на обозрение огромное количество вещей иначе воцарится сплошной хаос все должно выглядеть красиво подиум может служить вам в качестве хранилища для вещей да но эту опцию я рассматривал во вторую очередь первостепенной задачей было поднять часть площади башни федерации напомню планировки довольно глубокие поэтому чтобы сохранить визуальную связь с панорамным окном отдаленные зоны нужно поднять на уровень выше так вы будете чувствовать легкость от вида на город вне зависимости от того где находитесь у самого окна или далеко от него в этом смысле подиум позволяет вам поднять пространство но еще вы можете использовать место под ним для хранения вещей и это очень удобно особенно для таких крупногабаритных предметов как лыжи или доска для серфинга однако важно понимать что подиум не станет заменой полноценной системе хранения студии вопрос организации пространства встает особенно остро поэтому система хранения должна быть продумана очень тщательно у нас обустроен довольно большой шкаф около входа и есть гардеробная в спальной зоне при этом все системы хранения долговечны а вещи скрыт из глаз если вы хотите жить эффектно и с полной жизнью не захламленной ненужными предметами важно иметь место для хранения давайте обобщим чтобы небольшая студия соответствовала стандартам премиум класса какие правила стоит соблюдать что мы к примеру делаем в дайер мы используем очень дорогие материалы для отделки ими мы можем допустим выделить стену всего одну главную на которой висит телевизор иными словами вместо того чтобы просто выкрасить стену в какой-нибудь цвет вы можете потратить время и средства на то чтобы расставить отдельные акценты вот увидите это будет совсем иной уровень пространство будет выглядеть дороже также важен выбор мебели и правильное освещение кстати об освещении ведь это не столько вопрос выбора светильника сколько вопрос правильного использования света например он может рассеиваться позади какого-нибудь объекта заливать целую стену мягко обрамлять окружающую обстановку или расставлять акценты это тоже хороший способ добавить роскоши помимо этого нужно также предусмотреть систему регулирования освещения приглушать его по вечерам или делать ярче в другое время суток это дает пространство для игры и задает стандарты для премиальных апартаментов прошлое и Ну, я думаю, это все. Спасибо большое. Это было бы приятно. Спасибо.